Хочет ли США уничтожить Россию через войну в Украине? Мир вам, братья и сестры, христиане! Есть проповедь на этом канале, кому выгодна эта война между Украиной и Россией. И что эта война фактически делает Россию намного более слабее. И в этом задействованы Соединенные Штаты Америки. Но я призываю вас мыслить масштабно, духовно, на основании Слова Божьего и понять, но в конечном итоге США хочет вообще уничтожить Россию, скажем так. Или он хочет просто ее ослабить? Мы читаем Слово Божие. И десять врагов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Есть тоже проповеди на этом канале по этому поводу, братья и сестры, о том, что в свое время, во время Великой Скорби, весь мир будет поделен на десять сверхгосударств, которые возьмут в свое печенье другие государства, своего рода колонии. И вот десять царей, десять руководителей этих государств, гипергосударств, государств гиантов, они передадут свою власть Антихристу и будут его помощниками. Так вот, в каком направлении? Это будет все во время Великой Скорби, братья и сестры. Но уже сейчас-то она беззакония в действии, уже сейчас идет эта подготовка. Тем более мы понимаем, что время приближается к концу. Так мы должны понимать, что должно сформироваться уже или двигаться в направлении формирования. Должно сформироваться десять сверхгосударств. И второе, должны на престолы этих государств сесть те люди, те цари, которые будут из тайны беззакония, чтобы они были послушны, они имели одни мысли и были, скажем так, в одном духе с Антихристом. Поэтому, поэтому, на сегодняшний день Россия немного, и руководство России, в частности, и Путин, они немножко как бы заигрались. Но есть все равно тайны договоренности. Поэтому эта война между Украиной и на примере России давно могла уже закончиться, если бы вмешалась НАТО, в частности Соединенные Штаты Америки. Но, тем не менее, этого, мы видим, не происходит. Потому что США и Западу выгоднее, чтобы Россия как конкурент ослабла и как бы присмирел немного и Путин, потому что он немного играет в свою игру. Хотя, не подумайте, что нет никакой связи с другими сверхгосударствами. То есть, он делает просто все, ну, как ему задумается. Но частично он, можно сказать, заигрался. Поэтому задача Россию ослабить, но не уничтожить вообще. Потому что нужно такое большое государство, такой большой территории, имеющей ядерное вооружение, для тайны беззакония нужно будет такое сверхгосударство. Потому что тоже такое сверхгосударство не так просто сформировать. Чтобы оно могло в свое время, когда будет опять-таки Великая Скорбь, и это война сейчас, что происходит, это еще не то, что будет выход второго садника. Из книги Откровения. Это локальная война между Украиной и Россией, а не Третья мировая с массовыми применениями ядерного вооружения. Но должны быть государства, сфергосударства, и цари у них должны быть, как бы мыслить в одно, понимаете? Поэтому есть смысл как бы затяжной войны, чтобы Россия ослабла и в военном плане, и в экономическом плане, но не уничтожить ее вообще. То есть сделать из нее, можно сказать, страну, ну, как Сомали, например, или чтобы эта страна полностью распалась на множество других мелких государств. Нет, тайной беззаконии нужна вот эта страна-гиант, но, скажем так, с смиренным, более присмиренным руководителем. Поэтому я думаю, что если Путин не присмирится, то не исключено, что будет его замена. Потому что мы стоим на пороге, конечно же, уже восхищения церкви, на пороге великой скорби. Поэтому даже те немолодые годы, например, Путина, не исключено, что и он может быть как царем вот этой сверхгосударства еще, когда будет уже великая скорбь. Понимаете? Но, опять-таки, эти цари, они должны быть в одно, понимаете? а не играть как бы свою игру. Поэтому на основании Слова Божьего, еще раз говорю, братья и сестры, тайной беззаконии невыгодно полностью как бы уничтожить Россию или так сильно ослабить, что это вообще распалось государство, мелкие государства или вообще стало, как, например, Сомали, где руководили бы, например, пираты. Понимаете? Но именно ослабить, слабить и есть смысл, чтобы, еще раз говорю, чтобы сама Россия, она считалась больше с другими странами Запада, с другими сверхгосударственными. И ее руководитель был, конечно, тоже как бы в одно с ними. В этом есть смысл. И в этом, конечно же, тайна беззакония использует и эту войну, чтобы вы отчетливо понимали, братья и сестры. Отчетливо понимали, чтобы мы тоже не впадали вот эту немножко как бы с одной крайности в другую. Или там Россия, как одни говорят, что фактически чуть не полмира завоюет. Или другие, что все там, Россия вообще не будет как государство, скажем так. Нет, на основании Слова Божьего, нет. Еще раз говорю, в Соединенном Штатах, например, Америке, странам НАТО, сверхгосударствам нужна более, скажем так, разговорчивая Россия. Но она нужна как сверхгосударство. Поэтому смысл есть ее ослабить, ослабить, существенно ослабить, но не уничтожить ее полностью. или не превратить ее вообще в какое-то, еще раз говорю, как некое такое государство Сомали. Да, благословит Бог вас, Отец и Дух Святой, братья и сестры. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok